Любовь Белякова, Василёк, глава первая Феликс проснулся в десять утра от звонка сотового. Пошарив рукой на прикроватной тумбе, он нашёл сначала чёрный бюстгальтер, а потом телефон. «Да», — ответил он, потеряя глаза пальцами. Из трубки донёсся встревоженный голос Виталия. Он подбирал для его компании новых сотрудников, проводил юридическое сопровождение сделок, заставлял договора. Обычный юрист звонил по утрам, если наклёвывалось что-то крупное. «Феликс, я знаю, ты не любишь ранние звонки, но тут другое дело». «Что случилось?» — Василёк вышел на связь. Феликс резко сел, отшвырнул одеяло и, опустив ноги на серый однотонный пол, обнаружил ещё один подарок на память от девушки — чёрную туфлю. Его пассия на эту ночь удирала в спешке, не задумываясь о потерях. Повертев находку в руке, он потянулся за бельём дамы. Когда звонил? Час назад. Он решил в этот раз лично уточнить задание. Оно не по зубам даже ему. «Мужчина?» «Трудно сказать», — протянул собеседник, по-видимому, только сейчас, задумавшийся над этим вопросом. Голос синтезирован, глаголы употреблял с окончаниями в мужском роде. Феликс поднялся, прихватил с собой туфлю, бюстгальтер, прошёл в ванную комнату и выбросил все находки в мусорное ведро. «Место расположения», — коротко поинтересовался он, включая воду. «Якутия». «Якутия?» — замер он. «Какой город?» «Не город. Посёлок на сотню дворов, не больше. От Якутска далеко. Туда на машине не доберёшься». «Ладно, понял». Феликс положил трубку, посмотрел на себя в зеркало, провёл рукой по скуле, покрытой длинной щетиной. Василёк — таков был ник человека, работающего в его сети уже три года. Каждое задание он выполнял очень скрупулёзно, неважно, что это было. Поиск хакерской группы, слабых звеньев в защите крупных компаний или создание собственной программы. Василёк всегда был на высоте. Такого человека в его команде не хватало. Всего около 30 сотрудников кропотливо трудились в офисе в деловом центре Москвы. Лучшие программисты работали только над самыми сложными задачами, прибыльными проектами. Двери его фирмы были закрыты для обывателя. Вывеска не бросалась в глаза. Но, несмотря на скромную численность команды, никто из его работников не спешил покидать тихое место. Каждый из них здесь зарабатывал деньги, при этом немаленькие. Имея интересную работу, они бросали вызов своим способностям. Работы становилось с каждым годом всё больше. Поэтому Феликс постоянно искал новых программистов в свою группу. Он долго присматривался к людям, давал им сложные задания, и потом, иногда тратя на поиск год или два, находил одного единственного профессионала, который ему подходил. Три года назад было так же. Он нашёл Василька. Отработал с ним несколько проектов на удалёнке. Заплатил за это неплохой гонорар. А потом предложил Васильку работать на него на постоянной основе. И впервые в жизни Феликса, мягко говоря, послали. Василёк наотрез отказался работать с ним напрямую. Тут же взыграл чисто спортивный интерес. Захотелось ему посмотреть на этого левшу компьютерного мира. Только вот была одна загвоздка. Василёк умело скрывался. Никто не мог определить его место расположения. Из ванной Феликс прошёл в гостиную. Он посмотрел на город сквозь большие панорамные окна. На улице было ясно, и уж коли солнце проглядывало в январе, то ждать стойло холодов. Что-то тёплое подойдёт, решил он, нажав на кнопку пульта. «Элла Фитчеральд», — произнёс мужчина. Из колонок, располагающихся во всех комнатах, пылились звуки джаза. Элла Фитчеральд, великая джазовая исполнительница, королева джаза, покорила его слух ещё в детстве. Её голос был бархатистым, переливистым. Он дополнял музыку. Был её частью. Она была профессионалом своего дела. А таких людей он уважал и ценил. Пройдя в комнату, заполненную тренажёрами, мужчина встал на беговую дорожку лицом к окну. Ему нравилось чувствовать силу в теле, напряжение мышц, движения. Однако запах пота в спортзале он не терпел. Поэтому занимался всегда дома. И хоть его тело давно уже привыкло к нагрузкам, Феликс всегда находил себе новые цели даже в хобби. Странное ощущение привносил в душу вид Москвы в этот солнечный день. Вроде бы и снег кругом, и солнце должно серебрить его. Но всё было блеклым. Дома смешивались с серым и белым снегом. По чёрным дорогам ползли машины. Радовало одно. Ему не надо было тратить время на дорогу. Достаточно было перейти из его дома в соседний небоскрёб. И вуаля, он на рабочем месте. Тратить попусту время Феликс не любил. Основной урок экономии дала мать. Стоило ему научиться считать, она посадила его за стол и написала на листе бумаги одну единственную цифру. Цифра соответствовала её заработной плате на заводе. Она предложила ему порассуждать о том, что он может купить на эти деньги, чтобы прожить месяц. Тут Феликс наглядно увидел, сколько они платят за квартиру, сколько примерно стоит каждый продукт, какие траты слишком велики для их семьи, из двух человек, и что значит копить и экономить. С детства, приученный к порядку, он распространил идею экономии и грамотного планирования на все сферы жизни. Единственное, на что он не хотел выкраивать время, это семья или постоянный партнёр. В 35 лет можно было бы задуматься и о том, чтобы в старости было кому принести стакан воды. Однако он считал, что дети – это несколько странная лотерея. В них много вкладывается сил и нервов, и при этом милый ангелочек, несмотря на все приложенные усилия, может вырасти пропащим человеком, который доставит уйму проблем. Кроме того, даже наличие хороших детей не гарантирует того, что старость не будет одинокой. Сомнительные перспективы совсем не устраивали Феликса. Начало дня проходило, как обычно – тренировка, душ, завтрак. Ровно в 12 он покинул свою квартиру. Около лифта Феликс встретил Олю. Полная низкая женщина уже давно занималась уборкой в его квартире. И у неё был свой талант. Она готовила не хуже самого лучшего кулинара в Москве. И в некоторой степени он гордился тем, что её способность досталась ему. «Феликс!» – воскликнула она, встретив своего работодателя. «Ты сегодня ждёшь гостей?» Так завуалированно Ольга интересовалась тем, что ей сегодня готовить. Если к нему приходила девушка, она готовила какой-нибудь десерт, блюдо неаполитанской кухни. В том случае, если Феликс коротал вечер в одиночестве, на столе появлялось то, что любил он. «Нет, сегодня я один. Гостей не будет». «Отлично!» «Значит, буду экспериментировать. Не ругай меня, если что-то не получится». Феликс мягко улыбнулся. «Готовь по своему вкусу. Моя кухня в твоём распоряжении». «Отлично!» Сказала Оля, предвкушая интересный день. «Ну, хорошего дня тебе!» Скоростной лифт ушёл вниз. Уши сразу отреагировали на изменение давления. Из-за этого эффекта Феликс не очень любил высотки. Но это был лишь незначительный минус. Плюсов было больше. И один из них он сразу почувствовал на своей шкуре, выйдя на улицу. Морозный воздух попал в его лёгкие, обжёг кончики ушей. Погода была не для прогулок. Подняв воротник пальто, Феликс скорым шагом пошёл к соседнему зданию. Его ждало много работы. В настоящее время у них был просто завал. Опять лифт. На этот раз он поднялся на десятый этаж. Каждого посетителя его фирмы встречал холл серого цвета и высокая стеклянная тонированная дверь со скромной табличкой сбоку. Феликс подошёл к двери, провёл по замку карточкой-ключом. Красная индикация замка сменилась зелёной. Зайдя внутрь, он сразу попал в суету. Его офис был разделён на два уровня. У каждого сотрудника компании была своя рабочая зона. Чёткого направления в дизайне как такового не было. Каждый выбирал то, что считал удобным для себя. И только общая цветовая гамма объединяла это пространство. Белая мебель смешивалась живыми зелёными изгородями возле столов. В зоне отдыха стояло несколько больших кресел-мешков, диван. Тут же была обеденная зона. На втором уровне, который охватывал скобой основное помещение, располагались пять небольших зон, разделённых между собой стеклянными стенами. Это были комнаты замов бухгалтера Виталия и его кабинет. Доброе утро, шеф. Встретила его практически у самого входа секретарь. Высокая струйная девушка была создана природой как минимум для подиумов. Её звали Ксения. И среди местных она считалась фифой. Всё время собрано исполнительно, от остальных держалась особняком. С высокомерным видом она каждый день сообщала сотрудникам их расписание. Её ноготки были всегда идеально прибраны, костюм без единого недостатка. Она считала себя особой, приближённой к шефу. Доброе утро, Ксения. Что у нас на сегодня? Ксения спустила на кончик носа очки в тонкой оправе и посмотрела на планшет. Она следовала за Феликсом по коридору, быстро засчитывая график. С 12 до 3 разбор полётов, в 4 звонки в Корею. По графику мы обновляем программные обеспечения у трёх банков в этой стране. В 6 переговоры с японскими партнёрами. Переводчик нанят заказчиком. Они зашли в общий зал. Феликс прошёл к обеденному столу, где в это время собиралась часть сотрудников, и поздоровался. Люди расположились вокруг белого островного стола, освещенного свисающему сверху белыми лампами. Только один из сотрудников решил принять горизонтальное положение. Олег был погружён в работу и, лёжа на диване, прерывисто пробегал пальцами по клавиатуре. Этот человек был молчаном по натуре. О нём все знали только две вещи. Первый, он живёт на юго-западе Москвы. Второй, у него есть жена Софья. На этом всё. Если какая-нибудь любопытная душа лезла к нему с расспросами, то получала один единственный наводящий вопрос. Тебе зачем это знать? При этом сам мужчина был не против послушать болтовню остальных. В отличие от Олега, Жека, блондин с карими глазами, был его полной противоположностью. Открытый человек, он по большей части делился своими проблемами, стараясь найти верное решение через жизненный опыт других людей. И хоть Жека жил небедно, он всегда знал, где и что купить дешевле и в приемлемом качестве. В этом ему помогали социальные сети и просто неимоверное количество знакомых и друзей, которые его обожали. Жека в настоящий момент делил пиццу, которую традиционно перекусывали сотрудники фирмы.